Всем привет! В этом видео хочу показать вам уходовую косметику, которой я буду пользоваться в мае. Начнем, как обычно, с ухода за волосами. Я продолжу использовать вот такую симпатичную по внешнему виду парочку от китайской марки Харизма Вольтаж. Это шампунь и кондиционер. Огромные объемы, расход был невелик. Так, по крайней мере, в апреле было. Что будет в мае, пока что неизвестно. Но я сразу скажу, что я с этими средствами не мелочусь, я их не экономлю, потому что какой-то особой радости от использования я не испытываю. Шампунь довольно-таки сильно промывает волосы. Назвать его деликатным у меня язык не повернется. Он путает длину, не до вороньего гнезда, но все-таки. И он немножечко подсушивает кончики. Такой, я бы сказала, в какой-то степени агрессивный. Но симпатичный тут, конечно, не поспоришь. Вот что касается кондиционера, ну, здесь вообще все очень непонятно. Этот кондиционер, он на прозрачной базе с огромным количеством золотых блесточек. На волосах не становится кремовым, не становится каким-то белым, остается таким же прозрачным. И на моих волосах они у меня русые, когда намокают, довольно темные. Очень красиво эти блесточки переливаются на полотне волос. Очень симпатично все это выглядит. В волосы это средство не впитывается, как некоторые другие кондиционеры корейские, например. Просто как обычный кондиционер лежит на волосах, потом вы смываете. Он смывается очень хорошо, он смывается практически целиком. То есть какой-то особой гладкости волосам он не придает. Но распутывает после шампуня, да, распутывает. При этом особого увлажнения кончиком он тоже не дает. И кончики суховаты после этой парочки. На упаковке можно почитать обещание, которое дает нам производитель. Этот кондиционер восстанавливающий. Нет. Подходит для поврежденных волос. Нет, он не увлажняет волос, он не запечатывает влагу в кончиках и в большей части волос. О каком, простите, подходе к поврежденным волосам может здесь идти речь? Так, предотвращает текущиеся кончики. Интересно, как, если они все равно сухие, да, после этого средства. Не увлажняет, поэтому может быть, конечно, ломкость, хотя ее не должно быть. Увлажняет? Нет. На кожу головы не наносила, кстати. Так, снимает негативное воздействие солнечных лучей за счет... За счет... Так, чего? Что тут в составе? А, вот, диоксид титана. Да, солнцезащитный фильтр. Ну, он же смывается, да, этот кондиционер. Остается там что-то? Я думаю, что нет. В несмываемых средствах солнцезащитные фильтры работают, а в смываемых, полагаю, что они абсолютно бесполезны. Изысканный аромат дарит наслаждение. Ну, если дешевый аромат в ваниле можно считать изысканным, то да. Но наслаждение лично я от этой дешевки абсолютно не получаю, да. Так что не мелочусь, не экономлю. Да, хватит мне еще надолго этих средств по полветра объем каждой упаковки. Но, честно, увидите эту красоту, проходите мимо. Оно того не стоит. Эту парочку я продолжу чередовать с шампунем от Ифраше. Шампунь с гомомелисом. Сульфатный. Такие больше не продаются. Этот шампунь тоже нельзя назвать особо деликатным. Но он все-таки более деликатный, чем шампунь от китайского производителя. На неокрашенных волосах прекрасно себя ведет. Хорошо промывает волосы. При этом длину он практически не путает. Кончики он не сушит. Обладает ярким, интересным ароматом. Расход был вот такой. Ну, стандартный. Ну, и все, что осталось, этого хватит на май. Да, и в ближайшие выбирашки будем что-нибудь еще брать из моих запасов на смену этому шампуню. Он без силиконов, но он сульфатный. Нужно будет подобрать что-то похожее. В паре с этим шампунем у меня будет работать бальзам от чистой линии. Этот бальзам заявлен как интенсивно питающий. И в отличие от кондиционера Харизма Вольтаж, он все-таки утяжеляет волосы. На второй день они выглядят не такими свежими и объемными, как после вот этого средства. Но они гладкие, мягкие, послушные. К этому не придерешься. Довольно своеобразный аромат, приятная текстура, средний расход. Я так полагаю, что за май я эту упаковочку прикончу. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, что у нас дальше? Скраб для кожи головы. Так получилось, что в апреле я этим продуктом не пользовалась. В силу определенных обстоятельств, и вот сколько его было на начало апреля, столько его и осталось. Раза, наверное, на три, на четыре. На месяц хватит. Это облепиховый скраб. Добавляю в шампунь от Ифраше. Прекрасно скрабирует кожу головы. Все замечательно, да, очень приятная вещица. Очень легко и просто пользоваться. Я довольна этим продуктом. Пустая, потенциально пустая баночка. Более подробно уже в видео о пустых баночках поговорим. Спрей для облегчения расчесывания волос я взяла новый. И это спрей от марки Золотой Шелк с Амлой. Он должен облегчать расчесывание, закрывать чешуйки, потому что у него кислый PH. Также он должен хранить чистоту волос. Я один раз воспользовалась этим средством. Честно говоря, я пока что не поняла, сохраняет ли он волосы на дольше срок чистыми. Но то, что он облегчает расчесывание, это абсолютно точно. 100 мл объем. Приятный аромат для меня пахнет ревенем. Так сладковато. Какие-то ассоциации с детством даже появляются. По первому тестированию мне это средство понравилось. Посмотрим, как надолго его хватит. И как этот спрей будет работать на моих волосах. Надеюсь, никаких проблем не возникнет. Также я взяла еще один спрей с блесточками. Покажу вам его в этом видео. И в следующий раз вы этот спрей увидите, наверное, только в пустых баночках. Надеюсь, что это произойдет в этом году, а не в следующем. Надеюсь, что я не буду забывать об этом средстве. Буду регулярно им пользоваться. Спрей у меня от марки Белита. Волшебный. Давайте встряхнем эту упаковку. Посмотрим на блесточки. Вот сколько перламутра. Это все так симпатично. На волосах эти блестки в целом видны. Но не из космоса. Я об этом говорила в предыдущем ролике. Приятно все это выглядит. Но блестки очень быстро ветром сдувают с головы. Это немножечко грустно. Мне нравятся такие блестелки. На солнце красиво все это смотрится на моих темных волосах. Так что, надеюсь, буду пользоваться регулярно. Пахнет, кстати, приятно это средство. Для того, чтобы не забывать, поставлю в коридоре. И перед выходом на улицу буду себя орошать данным средством. По вечерам перед сном я продолжу наносить на волосы масло от L'Oreal L'CF. Экстраординарное, совершенствующее для всех типов волос. Давайте посмотрим расход. Такой стандартный, я бы сказала, расход. В апреле, большую часть месяца, я очередовала это масло с несмываемым бальзамом. Вот и фраше. Но бальзам у меня закончился. Осталось только это масло. В пару я брать ничего не буду. И расход у этого средства, конечно, увеличится. И в следующий раз мы посмотрим, какой будет расход. Я полагаю, что разика так в два побольше, чем было до этого. Приятное масло. Кончики не секутся. Меня все устраивает. Я довольна. Что дальше? А дальше сухие шампуни. У меня их два. Недавно в уход я взяла сухой шампунь от марки Прелесть Профессионал для объема. Хороший сухой шампунь. Бюджетный, работающий. Придает визуальную чистоту, придает объем. Я им один раз уже воспользовалась. Белая пудра была. В последующие разы ее, вероятнее всего, практически не будет видно на волосах. А если она и окажется на них. Это, кстати, крахмал рисовый. То очень легко и просто будет от этой пудры избавиться. Это у меня далеко уже не первый сухой шампунь от этой марки. Я знаю, о чем говорю. Очень хорошее, достойное средство. Не склеивает волосы. Что меня лично очень-очень радует. Что касается второго сухого шампуня, то это Даф. Вот он, в отличие от Прелести, волосы склеивает. И мне это не нравится. У меня волосы сейчас достаточно длинные. И мне просто неудобно их прочесывать. Белого налета нет. Я вообще не поняла, за счет чего этот сухой шампунь работает. Но я, правда, не сильно в разных составах. Я подожду того момента, когда я сниму шапку и сделаю стрижку. Я не то, чтобы совсем коротко буду стричься. Но волосы будут короче, чем есть сейчас. И, возможно, этот сухой шампунь, помимо объема и визуальной чистоты, и также еще некую укладку будет держать на волосах. И им будет как-то адекватнее, приятнее пользоваться. Надеюсь, что он меня все-таки не подведет. И будет мною использоваться на регулярной основе, а не раз в год по обещанию, чтобы просто добить. С уходом за волосами закончено. Давайте перейдем к уходу за телом. Начнем с гелей для душа. Я продолжу пользоваться гелем от Avon из линейки Senses. Кокос и малина. Сколько у меня здесь? Вот столько на данный момент этого средства. На месяц хватит. И это потенциальная пустая баночка. Более подробно будем уже в видео пустых баночках говорить об этом геле. Но мне он нравится. Уже сейчас могу сказать. И в прошлый раз говорила. Действительно очень неплохой. Жаль, что больше не продается. А то я могла бы вам его порекомендовать. Второй гель для душа у меня от марки Камей. Секрет. С облазнительный аромат сандала и ванили. Самый яркий, самый стойкий аромат. Вот такой был расход. Маленький, как мне кажется. Но я полагаю, что к концу месяца все-таки и этот гель у меня тоже закончится. В отличие от геля Avon, он немножечко кожу подсушивает. Третий гель у меня от компании Faberlic из линейки Bonjorne, Litchie и Frangipane. Здесь самый большой объем на май. Такой был расход. Но я не со всеми этими, не с этими двумя гелями его брала чуть позже. Поэтому не успела как следует им так попользоваться. Что могу сказать, неплохой. И аромат у меня в принципе нравится, хотя он своеобразный. Нельзя сказать, что я прям в восторге, но пользуюсь с удовольствием. Надеюсь, тоже подойдет к концу как раз-таки в мае. В мае я продолжу пользоваться средством для интимной гигиены от Ariflame линейка Feminel. Защитное средство с пребиотиками, с молочной кислотой, с клюковкой. Но клюквой он не пахнет, запах такой своеобразный, как это часто бывает в линейке Feminel. Давайте посмотрим, какой был расход. Вот такой вот. Несмотря на то, что я это средство не экономлю, я с ним не мелочусь, расход все равно не очень-то и большой, и хватит еще больше, чем на 2 месяца у меня данного продукта. Мне кажется, что раньше средства от Feminel были гуще и лучше пенились. Здесь чуть-чуть другая история. Средство жидковато. Три раза нажимаю на дозатор. Какое расточительство. Но даже в этом случае все равно расход невелик, в чем вы могли убедиться. Так, надо носик отвернуть, а то банка нормально не встанет. Далее поговорим о скрабах. У меня те же самые скрабы, что и в прошлый раз. Самый легкий скраб, такой полирующий, это скраб Arbus от марки Самый Сок. Лаборатория IQ Cosmetic. Его здесь чуть меньше половины. Частичек вроде бы как много, но в то же время они довольно мягкие, какие-то кругленькие. И очень хорошо на шее и на области декольте чувствуется, что это не скрабирование, а полирование в процессе использования. Ну, аромат такой своеобразный. Поначалу мне понравился, а сейчас, не знаю, как-то он поменялся и стал неинтересным. Ну, в любом случае продолжу использовать. Где-то раз в неделю на данный момент я пользуюсь скрабами. Я так полагаю, к концу месяца он закончится, а может и не закончится. Скрабы пожестче у меня от марки Комплимент. Их я наношу на живот и на бедра. Хотя пару месяцев назад и на верхнюю часть тела тоже наносила. Отлично работают. Довольно-таки жесткие по сравнению с предыдущим. Но все-таки это не абрикосовые косточки. Все скрабы от Комплимента мне нравятся. Их четыре, что ли, вида, может быть, больше. Они приятные. У них приятные одушки. Например, вот этот скраб с маракуйей и лиловадью пахнет просто потрясающе. Фруктовый, интересный, довольно яркий аромат. Что касается второго скраба. Ежевика и фиалка. Он тоже очень приятно пахнет. Тоже довольно ярко ягодками. С удовольствием пользуюсь. Я их чередую. Один раз одним скрабом пользуюсь, другой раз другим. Ну и я так полагаю, они у меня одновременно попадут в пустые баночки. Ну мне бы этого очень, по крайней мере, хотелось. Что касается самого жесткого скраба, который я использую на ноги от коленей до ступней, то это натуральный сахарный скраб от марки Синергетик. Карамельное яблоко и ваниль. Пахнет приятно, но не ярко. Частички сахарные. Их очень-очень много. Скрабирование довольно существенное для верхней части тела. Для меня лично только на холодное время года. Летом или в конце весны подобные скрабы я для рук, для декольте или шеи не использую. Только на ноги идет. Для ног очень экономичный будет продукт. Эта банка простоит еще несколько месяцев, я так полагаю. Хороший скраб. Пах бы поярче, было бы совсем хорошо. Какой-то у меня весь мокрый. Точнее банка протерла. Можно ставить. Переходим к кремам для тела. Начнем с тех, которые я использую для рук от плеча до запястья. Здесь почти ничего нового. Вот эти два средства вы у меня уже видели. Это крем от Парли, парфюмированный, сагната. И кокосовое молочко и макадамия. Это у нас что? Лосьон для тела. Бодибум. Большие достаточно объемы. Разная текстура. Это крем. Не баттер, просто крем. Это действительно молочко такое плотненькое. По коже, тем не менее, они распределяются одинаково. Довольно долго. Такими белыми полосками. Но потом эти средства впитываются и увлажняют кожу. Увлажняют, я бы не сказала, что очень глубоко и как-то сильно. Такое поверхностное увлажнение. Но моим рукам этого достаточно. Одушки в обоих случаях неинтересные. Вот, кстати, сколько у меня этого крема. Точно уйдет в пустые баночки. Я не понимаю, чем пахнет. Но скука смертная. Молочко, точнее лосьон от Body Boom пахнет поинтереснее. Хотя тоже на любителя. Я не знаю, наверное, тоже уйдет в пустые банки эта упаковочка. Несмотря на то, что этих двух средств мне, я так полагаю, хватило бы на весь месяц, я решила для разнообразия взять что-то поинтереснее. И выбрала вот такую вот малышку из своих запасов. Это лосьон для тела от марки Natural Emotions. С манго маленькая упаковочка, 80 здесь миллилитров. Я хотела попробовать это средство на коже, на руках, но забыла, да. Поэтому не могу сказать, трансформируется аромат на коже, либо же нет. Когда я тестировала это средство в прошлом ролике, мне показалось, что аромат становится немного кислым. Но что будет, если нанести его на всю поверхность руки? Я, кстати, сейчас именно этим и занимаюсь. Тестирую здесь и сейчас. Пахнет манго, но не ярко. И какая-то кисловатость все-таки присутствует. Но она не критична. То есть каких-то проблем не будет. Аромат в целом не яркий. Хотелось бы, наверное, чего-то более интересного. Но что есть, то есть. Впитывается быстро, увлажняет неплохо. С удовольствием буду пользоваться. Может быть, из-за этой банки, кстати, что-то из этого не уйдет в пустые баночки. Но я все-таки постараюсь, чтобы по максимуму средств по уходу за кожей тела у меня все-таки ушло именно в мае. Что касается ног от коленей и до ступни. Мне надоело играться со всеми этими аптечными штуками, которые типа подходят для сухой кожи. Я достала из своих запасов ламеллярный крем-сливки от марки Хтианелло, индекс натуральности. Что вы думаете, это средство работает? Да, оно прекрасно смягчает кожу, увлажняет. Увлажняет и буквально на третий день неприятные ощущения практически сошли на нет, процентов так на 90. Первые два дня как-то слабовато это средство работало, но я дала ему шанс, дала ему, скажем так, возможность себя проявить. И это средство себя проявило. Да, и теперь у меня с кожей ног никаких проблем, все замечательно. Но правда стоит учитывать тот факт, что на улице стало тепло, пришла весна, в квартире уже не так жарят батареи, воздух уже не такой сухой. И это, конечно, тоже сказывается на состоянии кожи моих ног. Вот если бы я зимой это средство открыла, тогда было бы такое уже полноценное тестирование. И точно можно было бы сказать, работает или нет данный продукт. Но на теплое время года, начало весны, очень даже неплохо, меня лично порадовало. Отдушка здесь манго, пахнет манго, в составе манго. В общем, состав хороший, средство приятное. Я поначалу его наносила в небольшом количестве, экономила зачем-то, хотя здесь большая упаковка 300 мл. Но потом я поняла, что чем больше его нанесешь, тем лучше чувствует себя кожа. Теперь я одно нажатие попы на одну ногу распределяю, такое количество. И все просто супер. Небольшая мысленистая пленочка остается. Приятный, неяркий аромат, который не окисляется, не становится кислым на моей коже. Я довольна. Здесь и сейчас я очень довольна этим продуктом. Также я недавно взяла в уход два спрея от Avon. Выбрала вот такие симпатичные упаковочки. Давайте начнем вот с этого спрея. Это линейка Senses Essence. Спрей называется Лемонграсс и Кокос. Честно говоря, я с подозрением относилась поначалу к этой отдушке. Я не имела представления, как это может пахнуть, но боялась, что аромат будет такой своеобразный, странный, может быть даже неприятный. По факту аромат действительно своеобразный, странный, но мне он очень понравился. Он интересный. Он необычный. Это зелень лемонграсса, такая горьковатая. Это сладость кокоса. И это сочетание, оно очень бодрит и поднимает настроение. Да, на самом деле классная вещь. Полноценно я им еще не пользовалась. То есть себя я им не орошала. Я не знаю, как долго этот аромат держится, дольше, чем в линейке Senses или так же. Но вот в следующий раз я вам об этом обязательно расскажу. Что касается второго спрея, называется он Нежный Жасмин. Это уже просто линейка Senses. Здесь у нас аромат жасмина и магнолии. Один раз протестировала на себя, полилась от души. Я боялась, что аромат меня задушит, что он при таком серьезном распылении может стать индольным. Этого не произошло. У меня было ощущение, что я пользуюсь неплохим парфюмом, довольно приятным, интересным. Если бы был чистый жасмин, возможно, мне бы не понравилось. Но в сочетании с магнолией действительно очень красивый аромат. Но продержался на моей коже он, дай бог, чтобы минут 10. Я не успела его толком ощутить и как-то им насладиться. Но у меня еще большая упаковка, где-то месяца два я буду его использовать с большим-большим удовольствием. Хотела, точнее подумывала чередовать не раз через раз, а раз через два, но передумала. Аромат меня не задушил. Я поняла, что он мне не будет приедаться при таком использовании раз через раз. Так что буду в обычном режиме этими спреями пользоваться. Что касается антиперспирантов, у меня их два на данный момент. Первый антиперспирант у меня от Рексона. Абсолютная уверенность. Он неплохой, он меня полностью устраивает. Пахнет мылом каким-то цветочным, чистотой. Одушка не очень яркая. Аромат парфюма не перебивает. Работа хорошая у этого средства. В упаковке, скажем так, где-то половина, чуть меньше. Поэтому я взяла в пару к этому антиперспиранту. Еще одну Рексону. Это уже тяжелая артиллерия. Рексона Clinical Protection. Розовая версия. Сухость и уверенность. Здесь аромат цветочно-пудровый. Более интенсивный. Но он тоже довольно быстро исчезает. Приятный аромат. Отличное действие. Не знаю, как насчет четырех суток. Но на сутки защиты хватает. Чтобы вспотеть с этим антиперспирантом, нужно очень постараться. А запаха не будет сутки, как минимум. Отличная вещь. Это у меня уже третья упаковка именно с розовым треугольничком. Также я использовала и другие Рексоны Clinical Protection. Всеми довольна. Тут каждый выбирает свою отдушку. А работа у всех отличная. Надеюсь, ничего не поменялось в этом вопросе. А то вдруг, знаете, формулу изменили, импортозамещение какое-нибудь, еще что-нибудь. И средство стало хуже работать. Я была бы весьма этим опечалена. Но это у меня еще старая версия. Она работать будет однозначно хорошо. Следующее средство, о котором пойдет речь, это средство по уходу за руками. Ничего нового в этой категории у меня нет. Все то, что вы уже видели. Вот этими кремами я пользуюсь в течение дня. Это Лару. Крем с кокосом. Очень странный аромат у этого крема. Как будто бы какая-то простокваша с кокосом. Своеобразно, конечно. Но я приноровилась к этому аромату. Проблем нет. Руки увлажняет нормально. Этот крем для немного использования вполне подходит. Что касается второго крема. Он заявлен как питательный. Это марка Evelyn Cosmetics. Он более насыщенный, более интенсивный, чем предыдущий крем. Да, он в принципе быстро впитывается. Но не так быстро, как хотелось бы. Не так быстро, как другие кремы от Evelyn с бананом, с кокосом, с клубникой у них есть. Они впитываются очень быстро. Это чуть-чуть подольше. Чтобы как можно быстрее приступить к работе с бумагами. Или хвататься за мышку. Ладошки я протираю. Здесь у нас розовые мерцающие частички. Они действительно присутствуют. Но не то, чтобы их только через микроскоп было видно. Но они такие, знаете, невмятные какие-то. Реденькие. Я на них и внимания, в общем-то, не обращаю. На что обращаю внимание, это на то, что крем действительно питает руки. И хорошо увлажняет. В целом подошел бы и в качестве ночного. Но тогда будет большой расход. И эта маленькая небюджетная упаковка быстро разлетится. Так что по чуть-чуть, по чуть-чуть пользуюсь им днем. Также в прошлом месяце для дневного использования у меня был третий крем. От марки My Sweet Guy. Крем с ароматом парфюма Bacararouge 540. Я обратила внимание, что в апреле очень редко я им пользовалась. Максимум пару раз в неделю. Причина не в том, что мне разонравился аромат этого парфюма. А в том, что крем все-таки достаточно плотный. Он долго впитывается, дольше, чем Evelyn в разы. Ладошки обязательно нужно протирать. И тыльная сторона, она такая маслянистая. В общем, мне это надоело. Я подумываю перевести этот крем в разряд ночных кремов. Пока что я так не пробовала, не использовала его. Но надеюсь, что никаких проблем утром с руками у меня не будет. Да, руки я засуну под одеяло. И прекраснейший аромат, который мне очень нравится, я ощущать, возможно, не буду. Ну, что поделать. В противном случае этот крем просто у меня никогда не закончится. А его срок годности, кажется, в сентябре истекает, если я ничего не путаю. Вечерние кремы у меня остаются те же самые. Это Esfolio с Coindimum Q10. Потрясающий крем с приятнейшей текстурой, который великолепно работает с руками. И крем от Nivea. Питание и забота. Он чуть поплотнее предыдущего, но руки утром чувствуют себя так же прекрасно. У этого крема не самая интересная отдушка. И, по-моему, его больше не продают. Но это грустно, потому что я повторила бы покупку обоих этих кремов. Они замечательные. С чистой совестью я вам оба рекомендую. Далее поговорим об уходе за ногами. Здесь кое-какие изменения произошли. Начнем мы со скрабов. Самый жесткий скраб из тех, что у меня на данный момент, это скраб от Bielenda Happy End. Отличный скраб с пемзой. Прекрасно скрабирует, полирует кожу стопы, делает массаж в тех местах, куда не залезет терочка для педикюра. Между пальчиками, например, под стопой, над стопой. Делать скрабирование стоп с этим скрабом – это отдельный вид удовольствия, о чем я уже неоднократно говорила. Я его, скажем так, немножечко экономлю. Да, он продается на Wildberries. 350 рублей, что ли, сейчас стоит. Но цена скачет туда-сюда. И у меня запас хороший. Но все равно хочется растянуть удовольствие. Я его, в общем-то, и растягиваю. Следующий скраб тоже жесткий, но все-таки менее жесткий, чем предыдущий – это скраб от Avon из линейки Foodworks. Скраб с пемзой и пудрой скорлупы грецкого ореха, который компания Avon упорно называет отшелушивающим кремом. Как по мне, это бред. Ну, ладно. Это средство, оно тоже хорошо работает, но с ним нужно чуть подольше позаморачиваться. Полегче, помягче, позаморочнее. Но у меня есть и не одна банка. Я буду чередовать со скрабом от Beelende с огромным удовольствием. Мне нравится аромат, охлаждающий эффект. В целом, тоже приятные ощущения получаю во время использования данного средства. Самый мягкий скраб из тех, что у меня есть, скраб для профилактики – это, опять же, Avon. Новинка майского каталога. Называется он «Кокос и лайм». Частички кремниевые, их довольно-таки много. Средство не пенится на коже, не сушит кожу, полирует, подготавливает к дальнейшему уходу. Он обладает весьма своеобразным ароматом. Кому-то он понравится и уже понравился. Кому-то он покажется крайне непонятным. Я люблю странные ароматы. Не все, но многие. И этот скраб мне понравился. Но каждый раз, когда я им пользуюсь, у меня возникает мысль, как вообще можно было сочетать отдушку кокоса и лайма в одном средстве. Какая была идея у того, кто это все изобретал. Как по мне, человек явно с фантазией. Средство приятное. Я люблю такие легкие, лимитированные скрабы от Avon. Да, не бюджетно. Ну, что поделать. Avon вот такие цены установил, никуда не денешься. А я люблю, когда в моем доме не только жесткие скрабы, но и легенькие присутствуют. Вот думаю, как бы мне заполучить несколько баночек такого скраба в запасы. Да, потому что заказ в майском каталоге я делать не хочу. Придется как-то выкручиваться. Надеюсь, Wildberries меня выручит в этом вопросе. Что касается крема для ног. Он у меня тот же, что и в прошлом месяце я вам показывала. Крем от марки TwinStack. TwinStack, кажется, наша служба спасения 911. Да, TwinStack. Вторая упаковка. Что могу сказать? Несмотря на то, что в составе 20% мочевины, кроме смягчения и увлажнения кожи, этот крем не делает больше ничего. Ни с мозолями, ни с натоптышами. Он их не смягчает, он их не размягчает, как, например, аквапилинг или гидропилинг от зеленой дубравы. Нет, он просто увлажняет, поддерживает ноги в хорошем состоянии. После педикюрных носочков, например, он будет неплох. Но ждать от него чудес и какого-то спасения убитых пяток, нет, не стоит. Вторая банка, как вы видите, да, уже частично использована. Я думаю, это говорит о том, что этот крем я протестировала неплохо. И я им не впечатлена абсолютно. Теперь давайте перейдем к уходу за лицом. Начнем с демакияжа. Я продолжу в мае пользоваться гель-маслом от марки FITO COSMETIC из линейки Beauty Visage. Расход у средства был, я бы сказала, небольшой. И это несмотря на то, что я с этим средством не мелочилась. Ну, тут и, правда, и упаковка большая, 260 мл. С моим простеньким макияжем это средство справляется хорошо. Но меня в нем раздражает то, что оно очень долго смывается мягкой водой. Оно не просто мылкое, оно еще и маслянистое. И очень много воды тратится на то, чтобы от него в конечном итоге избавиться. Это, конечно, в моем случае недостаток. Но средство работает, и я продолжу его использовать. Я полагаю, что в мае расход будет еще меньше, потому что я буду чаще использовать азиатский CC-крем, который я буду удалять с помощью вот такого средства. Это марка Holika Holika. Масло гель освежающее. All kill. Я так полагаю, что это средство заменяет две ступени корейского демакияжа. Гидрофильное масло и очищающую пенку, которые обычно друг за другом используют для максимального очищения кожи. Здесь два в одном. Это средство наносится поверх макияжа на сухую кожу, тут же вспенивается, очень долго смывается опять же мягкой водой, но кожа очищена до скрипа. И следующий этап в очищении просто ни к чему уже. В общем, средство весьма своеобразное. Мне оно не нравится не только потому, что долго его удалять с лица, но и потому, что оно щипет кожу в случае, если есть какие-то повреждения, царапинки, какое-то раздражение может быть. Вы на солнце, например, долго загорали, кожа раздражена, это средство будет ее щипать. Это неприятно здесь в составе соль. Но если с лицом все хорошо, это средство никаких неприятных ощущений не вызовет. Я второй раз точно не купила бы, но мне писали, что средство просто замечательное. Видите, все зависеть будет еще и от состояния вашей кожи. После удаления макияжа я доочищаю кожу с помощью пенки. И на данный момент у меня в ходу, еще долго будет в ходу, увлажняющая кокосовая пенка от марки Coco House. Ничего я еще не переливала, перелью в конце месяца. Где-то треть упаковки уйдет. И еще на три месяца вот этой третьей мне хватит. Отличное средство. Я, кстати, смотрела на Wildberries, смотрела на Azone. Таких сменных блоков у этой марки почему-то больше нет. Это грустно, да, потому что очень недорого стоят такие рефилы. И хватает очень-очень надолго на всю семью. Купили такую пенку, с удовольствием пользуетесь. Приятный аромат, хорошее действие. Кожу, конечно, чуть-чуть стягивает эта пенка, но не критично. Хороший натуральный состав, отличная вещь. Продается в стандартных упаковках с дозатором. И такая кокосовая, и банановая, и с манго. Все они одинаковые или чем-то отличаются, я не знаю. Но вот кокосовая и с манго, они, мне кажется, по текстуре абсолютно идентичны. Говорят, что банановая вроде бы пожестче. Но нужно будет как-нибудь купить и проверить, так это или нет. По утрам я продолжу умываться гелем от Лореаль из линейки Гиалурон Эксперт. Посмотрите, какой бешеный расход у этого средства. Огромный, просто гигантский. Для того, что осталось, хватит, дай бог, чтобы на неделю, дней на десять. Очень щедрая помпа. Можно, конечно, поиграться, да, тазировать как-то это средство. Но мне по утрам просто лень это делать. Поэтому вот как нажимается, так и нажимается. Средство, я не могу сказать, что очень уж долго смывается мягкой водой. Не так долго, как вот эти два товарища. Но все-таки достаточно долго по причине того, что оно очень сильно пенится. Не мылится, а именно пенится. Пока от этой пены избавишься целиком, кучу воды потратишь. Кожу очищает хорошо. Я не заметила, чтобы очень сильно и критично этот гель кожу стягивал. Ну, конечно, чуть-чуть, но стягивает. Не сушит, не пересушивает при этом. Конечно, ни о каком увлажнении речи идти не может. Проходное. Для меня проходное средство не впечатлило, но особо и не расстроило. Было и было, как говорится. Скоро попадет в пустые баночки. Ему на смену я взяла гель от марки Весна. Коллагеновый. Недорогой относительно этот продукт, но и объем маловат, 100 мл. Не самая удобная упаковка, но гель нельзя назвать жидким. Я им, правда, еще не пользовалась, но надеюсь, что в большом количестве все-таки он не будет выливаться из упаковки. Хочется верить, что он будет адекватно себя вести, будет быстро смываться, не будет стягивать, не будет сушить и пересушивать. Но об этом мы с вами узнаем либо в пустых баночках, если он за месяц закончится, либо в следующий раз. На мае у меня остается тоник от марки Грейс Дейс Коэнзимом Ку-10. Да, упаковка пуста, потому что я все перелила. Где-то миллилитров 100-110. Вот сколько у меня осталось. Я так полагаю, что при использовании два раза в день мне этого объема на весь месяц не хватит, так что скоро будем выбирать новый тоник. Может быть, даже и не один из моих запасов. Ну, а про этот тоник более подробно поговорим в пустых баночках. Но в целом он неплохой, он мне нравится. Гидролат я взяла новый. Это гидролат шалфея мускатного от агрофирмы Тургеневская. Пахнет неприятно. Я им по прямому назначению еще не пользовалась. Просто протестировала отдушку. Ну, собственно, и все. Ну, вот как раз на днях начну использовать. Надеюсь, что никаких проблем в коже у меня не будет. Что действительно гидролат шалфея будет успокаивать кожу после загара. Что он будет закреплять загар на коже, как, в общем-то, должен поступать гидролат шалфея. И меня, в общем, в нем все устроит. Да, так что скоро начну использовать. Буду переливать, естественно, в другую упаковку. Хватить должно на пару месяцев. Может, на все лето. Далее речь пойдет о сыворотках. В мае я продолжу пользоваться сывороткой от марки Царство ароматов. Из линейки Anti-Age. Эффект лифтинга. Хороший натуральный состав, который на коробочке остался. Где-то полуупаковки использовала. По утрам наношу, на дозатор нажимаю два раза. Сэкономить с этим продуктом никак не получается. Потому что чем больше его нанесешь, тем комфортнее чувствует себя кожа. Если совсем чуть-чуть нанести, то нет ощущения увлажненности. Кожа стянутая. Ну, это, видимо, эффект лифтинга так проявляется. Но ей не комфортно. Даже два нажатия на помпу, в общем-то, не делают кожи очень уж хорошо. Но, по крайней мере, терпимо. Сыворотка довольно быстро впитывается. Оставляет небольшую липкость. Нанесенный сверху крем не скатывается. Никаких проблем. Накопительный эффект присутствует у этой сыворотки. Чем дольше пользуешься, тем более упругой становится кожа. Это, конечно, радует. Вот такая красотка. Она не пахнет очень уж ярко. Отдушка довольно приятная. Хороший состав. Но если у вас кожа реагирует на какие-то натуральные компоненты, конечно, к марки царства ароматов лучше даже и не присматриваться. Потому что там есть такие моментики в составах некоторых средств, которые могут вызвать некую реакцию неприятную у людей, склонных к аллергиям и к раздражениям. Так, ладно. Эта сыворотка у меня остается дневной. А по вечерам я буду использовать сыворотку от Гарнье, которую недавно взяла. Еще, кстати, на лице не тестировала. Это гиалуроновая алоэ сыворотка для супергладкости. Здесь глицерин в составе, гиалуроновая кислота, алоэ. И все это должно увлажнять кожу. Ну, я в прошлом видео вам показывала, сколько в составе влагоудерживающих компонентов. Очень-очень много, так что сыворотка должна работать. Она практически ничем не пахнет, оставляет небольшую липкость. На руке, по крайней мере, так было. На лице протестирую. В следующий раз вам расскажу. Объем 30 мл. Я думаю, что она за май у меня все-таки не закончится. И в следующий раз более подробно уже о ней мы с вами поговорим. Кремы для лица я взяла новые. Сразу три штуки. Вот такие симпатичные упаковочки. Так, два дневных у меня здесь крема. Вот они. Почему два, да, вообще изначально? Вот этот крем я буду использовать под макияж тогда, когда буду наносить азиатский сиси-крем с хорошим SPF-фактором. Потому что здесь SPF-защиты нет. А вот эту сыворотку-бустер, которая по факту является кремом, я буду использовать тогда, когда мой макияж будет выполнен с помощью, например, обычного тонального крема от марки Artvisage. Там SPF-6. Это вообще не смешно. На теплое время года SPF, конечно, нужен. Лето обещают жарко. Не знаю, как в Петербурге, но в других городах я надеюсь, что действительно будет хорошая погода, хорошее жаркое лето. Так что не пренебрегайте защитой от солнца. Если ее нет в креме, значит, она должна быть либо в сыворотке, либо в тональном средстве, либо отдельно приобретается санскрин и наносится поверх дневного крема. Как-то так это работает, да. В общем, я объяснила, почему у меня два дневных крема. Вот этот крем я тестировала в прошлом видео. Он легкий, он быстро впитывается и, вероятнее всего, будет средненько-слабенько увлажнять кожу. На лицо пока что не наносила. А вот это средство, оно довольно плотненькое. На руке был блеск, на лице, полагаю, тоже. Возможно, какое-то утяжеление появится. Ну, главное, чтобы поры не забило мне эта сыворотка-бустер с коллагеном. Ну что ж, обязательно протестирую. В следующий раз вам расскажу, что да как. Что касается третьего крема, он у меня будет ночным. И это крем от 100 рецептов красоты, увлажняющий. Кремово-гелевая текстура более плотная, чем у крема о чистой линии. Увлажнение на руке было. На лице, полагаю, тоже. Мне почему-то кажется, что вот эти кремы, они не будут забивать мне поры. Потому что я от 100 рецептов красоты когда-то использовала косметику. И от чистой линии никаких проблем у меня обычно с этими марками не бывает. Но все придется тестировать. Надеюсь, мои опасения... Нет, не опасения. Надеюсь, все будет хорошо. Вот слово из головы вылетело и вот выкручиваюсь тут, стою. Да, в общем, надеюсь, что здесь все будет замечательно. А вот к этому средству нужно очень внимательно будет присматриваться. Потому что он все-таки вот такой плотной текстуры я немножечко побаиваюсь. Далее поговорим об уходе за шеей декольте. У меня не закончился крем от марки Царство ароматов, который я два месяца наносила на лицо без каких-либо, кстати, проблем и сложностей. Но он мне приелся. Я взяла новые кремы здесь. Ну, совсем чуть-чуть этого продукта. Я буду использовать его для шеи, области декольте. На холодное время года для этой цели этот крем слабоват. Но на теплое время года подойдет. Приятная одушка. Ну, такая своеобразная, но мне она нравится. Приятная текстура. Впитывается хорошо, как база под макияж. Отлично подходил этот крем. Как ночной. Сейчас, когда все еще у нас отопление, он немножечко слабоват. На ночь мне его не хватало. Я несколько раз им пользовалась. Но на день очень даже миленько. И для шеи хорошо. Предыдущая упаковка на шею почти целиком у меня и ушла. Неплохой натуральный состав, на который, опять же, у кого-то может быть что-то типа раздражения или аллергической реакции. Так, он у меня дневной. А по вечерам я буду наносить нашею декольте крем Твинстек Омега-3-6-9. И буду добавлять к этому крему масло виноградных косточек. Потому что этот крем дневной, у него более легкая, чем у ночного текстура. Но ночного у меня больше нет в запасах. И купить фикс-прайс уже не получится. А дневной вот еще остался. Буду его использовать именно по вечерам. Кстати, когда вот этот закончится, этот станет универсальным, да. Мне этот крем нравится, приятно. Это далеко уже не первая баночка, даже не пятая. Далее покажу вам средства, которыми я буду пользоваться реже. Раз в неделю, в теплое время года, я использую скрабы. Чаще вместо скрабов беру гели со скрабинками, чтобы и проскрабировать кожу, и одновременно ее умыть. Например, утром, или, да, чистить кожу после удаления макияжа, когда я удаляю макияж вечером, соответственно. Ну, или днем. На данный момент в таком качестве у меня ежедневный гель-скраб от чистой линии. Это средство мне нравится. Оно хорошо работает, хорошо пенится, хорошо очищает. Скрабинки приятные, они не очень жесткие, они хорошо работают. Да, достойное средство с приятным ароматом. Такое розовенькое, миленькое, но больше, кажется, не продается. Два раза в неделю я продолжу пользоваться ночной маской от марки Essence. Маска эта с лавандой, с хорошим составом. Здесь сквалан в составе, что меня лично радует. Ну, аромат своеобразный. Лаванда и стиральный порошок. Средство такое гелеобразное. Липкость небольшую на коже оставляет. Ну, прекрасно увлажняет. И утром кожа чувствует себя великолепно. Я недавно заходила в одну подружку, хотела посмотреть, есть ли там еще такая маска, чтобы купить повторно. Но не нашла. Может, в других каких-то подружках она мне на глаза попадется. Я повторила бы покупку, хотя средство и не самое бюджетное. Но очень экономично. Какой месяц пользуюсь? Оно все никак не может закончиться. Ну, можно, конечно, ежедневно использовать. Ну, я не вижу в этом смысла. Два раза в неделю для меня нормально. Также уже один раз в неделю я буду использовать одну из вот этих глиняных масок. Одна у меня от марки Планета Органика. Ее нужно 10-15 минут на лице держать. А вторая от марки Cotton Club. Ее нужно держать до 5 минут. Вот какое у меня настроение, та маска в руки мне и попадает. Если я лезу в душ, то я чаще беру эту. Если я в душ не лезу, но хочу использовать маску, я пользуюсь этой. И там, и там примерно по половине. До конца лета они у меня еще будут. Хорошие маски сужают поры, осветляют темные точки. Не навсегда на время, но все-таки. Эффекты гравитации от этой маски я, кстати, не заметила. Где-то это было написано. Антигравити или что-то такое. Не знаю, как это можно было бы проверить, но кожа неплохо себя чувствует после этого продукта. Ну и последнее, о чем мы обычно говорим в подобных видео, это уход за глазами и губами. Начинаем обычно с глаз. В этот раз делаем то же самое. Итак, что я использую для области вокруг глаз? Патчи. Да, у меня на данный момент патчи от марки Карима для лифтинга. Ну, в общем, на коробочке много всего интересного было написано. По факту, очень слабые патчи. Очень слабые. Максимум, что я от них получаю, это увлажнение. Такое средненькое. Сверху потом наношу крем. Потому что самостоятельно не очень комфортно ими пользоваться. Отечность они очень слабо убирают. Ни о каком лифтинге вообще речи нет. Потемнение в уголках глаз, опять же, нивелирует крайне слабо. Добью и больше не куплю. Если мне в голову еще когда-нибудь придет идея купить дешевые патчи, я куплю патчи от марки Натура Сиберика. Они лучше. Здесь довольно много пропитки, но она какая-то водянистая. Патчи очень быстро высыхают. Хотя они стандартные. По толщине не рвутся, не гнутся. В общем, обычные патчи. Но по действию даже патчи, которые я вам в пустых баночках показывала от марки Мирине, которые стоят всего лишь в два раза дороже этих, работают лучше. А это, знаете, проходной, абсолютно проходной вариант, на который, в общем-то, не стоило обращать внимание. Но многие девочки показали, многие купили. Мне, конечно, стало надо. Но нет, спасибо. Дешевые патчи для глаз, которые еще и закрываться не хотят ни в какую. Я больше приобретать не хочу. Ой, простите, пожалуйста. Так, кремы для глаз у меня остаются те же самые. Лимони и Тензеро. Мне эти кремы нравятся, потому что они хорошо увлажняют. Конечно, они не волшебные. Морщины мои остались на месте. Но я чувствую увлажнение, чувствую питание. Эти кремы не впитываются в кожу насухо. Они ощущаются. При этом макияж поверх этих кремов наносится хорошо, не скатывается, никаких сложностей. На вечер я использую, точнее, вечером, что я говорю. Вечером я использую вот этот крем. И до утра кожа глаз увлажнена. И утром я чувствую, что кожа нормально себя чувствует. Никакой сухости, и новые морщины не появляются. Этот крем я использую днем. Он чуть-чуть полегче. Но, по сути, он точно так же может быть и вечерним. А этот может быть дневным. Хорошие, достойные кремы. Расход не очень большой. Хватит еще надолго. Ну, а теперь переходим к уходу за губами. Здесь ничего нового. Я продолжу пользоваться солнцезащитным бальзамом Сан Лук из подружки. Неопознаваемая такая туба. Здесь SPF 30. Действительно хороший продукт. Прекрасно защищает губы. Не только от солнца, но и от холода, и от ветра, от снега. Да, такой, знаете, круглогодичный. Я бы так выразилась. Второй бальзамчик. У меня это вообще гигиеническая помада. Вот марки Лакомка. Пользуюсь довольно часто. Очень нравится. Оттенок легкий, легкий губам придает. Это практически незаметно. Ну, если перед зеркалом наносить, то видна небольшая разница. Ну, я обычно, знаете, на ходу наношу эту гигиеничку. Приятный аромат, приятный вкус, сладковатый. Да, я очень довольна этим продуктом. Губы, опять же, защищает хорошо и хорошо увлажняет. Но как только с губ сходит, нужно, конечно, обновлять. Что касается третьего бальзама. Это бальзам от марки Бельведер. Вот он мне, честно говоря, не нравится. И в апреле я им пользовалась буквально пару раз. Да, он красивый такой, весь перламутровый. На губах нет ярких блесток, легкое такое свечение, но меньше увлажнение, чем от двух предыдущих бальзамов. И он еще в белую полосочку чуть-чуть доскатывается. Это, конечно, неприятно. Ну, мне, по крайней мере. Так что рука не тянется. Нужно, конечно, под наличию потестировать. Может быть, я как-то приноровлюсь. Может, он мне даже понравится. Но, честно, рука тянется к нему в последнюю очередь. Ну, а певечерям я использую периодически кармекс. Про него говорить смысла нет. Я его вам уже не знаю, какой месяц подряд показываю. Хорошо восстанавливает губы. Недавно у меня была простуда такая, знаете, качественная, немаленькая. И он очень быстро привел губы в порядок. Никакой сухости, шелушений. И даже простуда была не только на губах, но и чуть-чуть на коже. Я и туда наносила кармекс. Процесс заживления быстрее проходит. Моему свекру очень нравится кармекс. Он уже вторую упаковку использует. Тоже доволен человек этим продуктом. Ну, тут каждому свое. Кого-то пугает состав. Кого-то вкус. Ну, в общем, каждый решает сам пользоваться или нет кармексом. Но я уже какой год использую с огромным удовольствием. Вот такой уход ждет меня в мае. Очень надеюсь, что многое из того, что я вам сегодня показала, в ближайшее время попадет в пустые баночки. И в ближайших выбирашках мы много всего интересного с вами снова достанем на Выбирая. Ну, надеюсь, это видео было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!